В принципе, на территории города, у нас город на охрану не поставлен, к сожалению, соответственно, на территории города есть 10 памятников археологии, от Мезолита, в общем-то, до позднего Средневековья. По сути, ну, значит, следующее, которое не подписано. Вот. По большому счету, ну, бывает. Ну, ладно. Слешки можно? Так вот я с флешкой, почему-то у меня там просто переименовалась неудачно. Вот. Суть в том, что там по... Блин, ладно. А, открою флешки? Я с флешками. Нет, просто флешкод крой. Не судьба. Да, не судьба, видимо. Как-то нехорошо, конечно. Ну, суть в чем? Суть в том, что... Ну, не знаю. Я все, Дмитрий Валерьевич. Ладно, все. Суть в чем? Суть в том, что... В принципе, главное нам надо было понять, ну, куда делось местное население, которое жило до прихода русских. С точки зрения археологии, этнографии, опять же, там, топографии и прочего всего, да. То есть, понятно, что в конце 14 века на эту территорию, да, приходят ушкуники, которые выгоняют местное население, очень так гармонично обосновываются на этом месте. И, соответственно, по преданиям, в 19 веке Дмитрий Константинович Зеленин выясняет, что записывает предание о том, что в момент существования русского поселения существовало еще некое лукмурское поселение в виде капища с языческим молельным домом. Вот. По большому счету, в 1959 году Львовым Павловичем, Бусаковским были вскрыты шумфы. К сожалению, коллекция не сохранилась, но вот были обнаружены остатки, как бы, вот, каких-то вот рептых сосудов и частичка небольшого украшения. Вот. А в 1989 году при реконструкции монастыря была вскрыта, ну, реконструкция мужского монастыря. Монастырь был на другом, как бы, берегу оврага города. Ну, то есть, по сути дела, как бы, представляете, как образуется древнерусский город, да, есть большая река, есть малая река. И вот на другом берегу этой малой реки был монастырь. Монастырь основали на старом кладбище по документам. То есть, на кладбище, которое... Что? Нефильство. Там, как бы, уже оно было заброшено. То есть, как бы, по большому счету, получается, что монастырь появился в последние годы правиления Ивана Грозного. Вот. Соответственно, это была пустошь. Вот. Ну, и, соответственно, во время реконструкции монастыря в 1991 году прокладки коммуникации, были надзорные работы проведены, и было вскрыто 101 погребение. Ну, публикация этих погребений на самом деле уже была. То есть, в общем-то, она... Мы сейчас чем занимаемся? Мы с нами все старые счеты пытаемся привести в норму и публиковать. Ну, в каком-то виде, да, соответственно, публикация есть. Есть группа ВКонтакте, археологическая лаборатория ГАДГУД. Вы там красиво посмотрите пламы, если хотите, да. Вот. И суть-то в чем? Суть-то в том, что как раз вот эти погребения, мы не можем сказать, были они языческие, были они православные, но разнонаправленности, отсутствие инвентаря какого-то гнипула. То есть, там нет ни нательных крестиков, ни каких-либо там сосудов и прочего. То есть, просто абсолютная разнонаправленность и многоярусность их появились. То есть, в принципе... Не монашеские. Нет, монашеские точно нет, потому что... Ну, как родили монахов, мы примерно представляем. Там есть склепы с монахами, есть склепы с настоятелями монастыря. Но это уже сформировалось, допустим, если склепы дальше начинают. Там, ну, не склепы, нет. Там же, ну, все-таки, абсолютно, понимаете, монаха, по идее, должны кормить все-таки в правильном направлении восток. Ну, чаще всего, да, все-таки. Потому что, как бы, рядом цепи деревянно остеют, все-таки там какая-то ориентировка должна быть. Вот. Соответственно, вот есть у нас два памятника, которые связаны вот с удмуртским, с удмуртским все-таки уже населением, на территории города. То есть, и это удмуртское население жило одновременно с русскими, и, видимо, но на разных грегах, то есть, условно говоря, там, глубокий овраг, в общем-то, как бы, вот, коммуникация, вот такую вот, была такая, коммуникация через овраг. То есть, вместе они и жили все. Территориально, они жили немножко в разных местах. Вот, все, что я хотел сказать. Вопросы? Да. Утвернув.